Сегодня рано утром, разнеслось по всем новостным порталам, стало известно, что в московской школе номер 2065 отказались от преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России по учебнику «Истоки», на который родители пожаловались в генпрокуратуру. И, собственно, об этом рассказала мама одного из учеников, Инна Герасимова, которая и находится с нами на связи по скайпу. Телемост у нас, у нас телемост с южной столицы. Инна. Да-да, слушаю. Здравствуйте, еще раз. Да, скажите, пожалуйста, как бы с чего началась вся эта история, да, и как быстро руководство школы пошло вам навстречу и отказалось от истоков? Ну, прошло 4 месяца практически полных. С 5 сентября мы как бы забили тревогу, что нам не совсем понравился данный учебник и что с ним не так. И путь начинался от завуча, директора, департамент, министерство, потом прокуратура, потом генпрокуратура. И так несколько раз по кругу. Наши письма уходили... Сначала мы просто пытались договориться со школой, написали все родители заявление на имя директора о том, что мы отказываемся от обучения религии в школе. И от данного учебника истоки, что он написан непрофессионально. И как бы нас вообще он шокировал, когда мы его почитали. Вот. Несколько мамочек первоначально сначала пошли к завучу, пытались договориться. В общем, все, что мы делали, все это нас возвращало опять на круг, ничего не двигалось, нет. А скажите, пожалуйста, Инна, вот вы говорите, шли к завучу, к директору, а с их стороны-то был какой ответ? Что они не могут на это никак повлиять? То есть даже подписанные родителям бумаги... У школы выбрала, да, что есть такой указ сверху, что у них нет вариантов отказаться, что духовно-нравственное развитие в наших школах теперь обязательно. Что единственное, что они там могут сделать, выбрать между истоками и православием. Ну, это, собственно говоря, одно и то же. Там и там религия сплошная. Вот. Но на данный момент, вот, как бы мы выяснили чуть-чуть, что там немного по-другому это все работает. Оказывается, существует совет школы, управляющий совет, в котором есть и родители. И что, оказывается, на управляющем совете в августе месяце 19 человек единогласно проголосовало за то, чтобы школа выбрала истоки вот в этом духовно-нравственном развитии, в этом разделе. Ни одного родителя пятых классов не известили, не показали, не предупредили, а поставили перед фактом уже в сентябре, когда выдали учебники. Ну, в общем, получилось, что как бы просто не соблюдены были правила, обыкновенные правила. Кто-то на одном этапе нарушает, и дальше так все потекло, и переросло в снежный ком. И в итоге только благодаря средствам массовой информации, силе Фейсбука, собственно говоря, я писала везде, где только могла, в комментариях по этой теме, что мы боремся, у нас ничего не получается. И вот пока один журналист не смог написать такую статью, что она вызвала такой резонанс, и столько СМИ обратились к нам и помогли действительно. И на данный момент вот совет школы уже перезвонили и сказали, что с Нового года у нас в пятых классах заменят на светскую этику, и не будет предмета истоки. А вы уже ознакомились с учебником по светской этике? Вдруг там тоже что-то? Да, нам предложили согласовать. Студеникин такой есть автор. Мы посмотрели этот учебник, там религии нет совсем. Ну и, скажем, изучаются темы, которые более-менее для 11-летних детей приемлемы и понятны. А скажите, пожалуйста, Инна, вот вы говорите, что 5 сентября вы уже как-то забили тревогу. А что конкретно, вот что первое вам бросилось в глаза? Вот получается, 1 сентября выдали учебники, 5 вы уже поняли, что ребенок что-то не получил. Нет, 5 вы выдали, и 5 мы их открыли. И что же вы увидели? И то, что мы увидели, нас как-то не очень там вот все нам понравилось. Все с точки зрения религии. Никакой истории вообще в этих истоках. Вот истории как таковой, истории страны, мы не против историю страны изучать с удовольствием. Это здорово, это образованный человек должен знать и разные религии. И историю страны это обязательно. Но ни в коем случае, ни с точки зрения, как на заглавной странице, терпение, молитва и труд, все перемогут, все перетрут. Ну как-то вот эти первые страницы меня уже шокировали, допустим. Я стала уже с мамочками обсуждать эту тему, что что-то не то. А сами-то дети что говорили после таких уроков? Ну мой сын конкретно мой, да, за него только могу отвечать. Ну четыре урока изучать саху и топор, когда мы изучаем более серьезные предметы. Все-таки, мне кажется, тут высосана из пальца тема, и плюс она вообще непонятная. Все с точки зрения, опять-таки, Библии, да, там и поговорки, что саха с Богом, топор с Богом, у нас все оказывается с Богом. Ну, религия православная является частью истории нашей страны, и мы не против этого. Но детям подавать даже пословицы, которые они изучали, учение и труд, все перетрут, да, ну это просто несовпадение. Вот как ребенку 11-летнему объяснить, что вчера вы учили это, а сегодня вы будете, оказывается, учить вот это. Что совсем другое, противоположное. Ну, здесь и про допотопные, ну, то есть про Библию не сказано как о Библии, да, с точки зрения истории, опять-таки. А Библия преподносится как вот не для изучения, как само собой разумеющийся. Мы пляшем от этого, что в Библии сказано. И поэтому, и вот пошло-пошло. В общем, вся книжка так написана. Инна, скажите, пожалуйста, обращались ли к вам потом родители уже из других школ, чтобы спросить совет, собственно, как действовать, как поступать, если у них подобные ситуации. Они пишут, да, в фейсбуке пишут родители. В основном это, конечно, поддержка со всех сторон, что мы с вами, мы пытаемся, у нас не получается. Если у вас получится, здорово. Конечно, люди хотят знать, как можно к этому прийти, к результату. Ну, то есть теперь результат, понятно. Чтобы добиться его, нужно, чтобы совет школы принял такое решение. Да, да, да. И то есть тогда ни руководство школы не может апеллировать к тому, что это вот по всей стране так понятно? Да, они тоже подчиненные, такие же им пришел приказ сверху, и директор ничего не может сделать. Она просто выполняет приказы, она чиновник. Понятно. Я думаю, что здесь... Спасибо, Саша, что ты вернул меня в дело. Я думаю, что нам нужно Инну поблагодарить, сказать большое спасибо за то, что вы нашли время побеседовать с нами. И спасибо отрицам родителей и детей. Я так думаю, все-таки. Будем надеяться, что и дальше кто-то еще примет наш опыт и будет бороться за свои права. И права к своей семье. Ура. Прекрасный план. Инна Герасимова была с нами на связи. Мама одного из учеников Московской школы 2065, которые отказались от преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России по учебнику «Истоки». А сейчас у нас на связи Майя Борисовна Пильдес, директор Академической гимназии 56. Здравствуйте, Майя Борисовна. Здравствуйте, здравствуйте. Да. И вот мы хотели узнать, Майя Борисовна, насколько вообще в Петербурге, возможно, такая история, вот в данном случае в 56-й гимназии, в каких-то школах в Петербурге уже введены эти уроки основы духовно-нравственного воспитания? Да, да. Мы работаем пока вот по предмету Арксе в четвертом классе. Я, как член Федерального учебно-методического объединения, участвовала в обсуждении программы «Православная культура». Значит, там на доработку это все отправили, там много было вопросов. Я, в принципе, бы хотела сейчас вот вместе с вами подумать над тем, что произошло. Вы понимаете, что ведь сама идея изучения духовно-нравственных основ народов, которые населяют Российскую Федерацию, в этом ничего плохого нет. Вы понимаете, это, безусловно, тоже касается изучения и религии тоже. Вы знаете, в этих вопросах надо быть очень осторожными и очень деликатными. Понимаете, шагом марш здесь командовать нельзя. Это, ну, вещь, которую, повторяю, требует осторожности. И нужно провести огромную разъяснительную работу среди родителей. Нужно обязательно подобрать очень тонких педагогов. И все-таки учитывать, что здесь возможно это чем-то все-таки заменить. Потому что, чтобы альтернатива была у детей. Мне кажется, что это было бы очень правильно. Понимаете, меня тревожит, если мы введем, например, основы православной культуры. Например, вместо, вот, там, не знаю, уроков литературы. Или вместо, как в четвертом классе тогда ввели, вместо уроков чтения. Вот это делать нельзя. Это не должно быть одно, в очень случае, альтернатива. Понимаете, потому что, хотя, ведь нравственное воспитание, это очень важно. Просто я думаю, что на одном специальном уроке это произвести невозможно. Разве на уроках литературы и русского языка, на уроках истории, на уроках мировой художественной культуры. Мы что, не воспитываем нравственных детей? Воспитываем. Пытаемся, по крайней мере. Пытаемся. Ну, я сейчас, позвольте мне, я говорю о самых лучших, умных учителях, опытных. Понимаете, не может быть обучения без воспитания. Тогда это не образование. Давайте с другой стороны зайдем. Ведь образование, это обучение и воспитание. Только вместе это все может быть. И, может быть, отдельно не стоит так вот уж скомандовать это все, раз люди это не приняли. Я, конечно, считаю, что это не очень цивилизованный путь с прокуратурой решать школьные проблемы. А если же школа отказывалась иначе? Руководство школы Инии Герасимовой отвечало, что мы не виноваты. Да, это все нам прислали, отказаться невозможно. Отказаться мы не можем. Ну, не знаю. Я не думаю, что... Знаете, я не хочу противопоставлять Москву и Петербург. Я никогда этого не делаю. А мы большие мастера. А мы большие мастера, да. Помните, Москва, Ленинград, соревнования. Вот. Я не хочу противопоставлять. Но я вам должна сказать, что вот таких вот жестких указов мы от нашего комитета по образованию не получали никогда. Интересно. Все это считается много раз. Ну, может быть, у нас здесь немножко помягче. Мы город трех революций все-таки. Ну, вы знаете, что мы свое уже отрубили. Так, то есть, можно сказать, Майя Борисовна, что в Петербурге, если родители не согласны с каким-то курсом, да, связанным вот в четвертом, в пятом классе, связанным с духовно-нравственным воспитанием, они могут обратиться к дирекции школы и попросить поменять. И должны, тем более, что вот та практика, которая существует сейчас, вот пока, на сегодняшний день, там выбирают основы мировых религий или основы светской этики, или они могут выбрать уже кто-то занимается исламом, кто-то иудейскую традицию изучает, кто-то православие и так далее. Хотя я читаю, что я все время об этом говорю на всевозможных трибунах, когда обсуждается этот вопрос, что, вы знаете, у нас воскресные школы, конфессиональные, еще никто не отменил, они прекрасно работают, они дают очень хорошие результаты, они очень правильно воспитывают детей, и родители должны решать этот вопрос. Это же свобода совести, но ведь это же свобода, и потом, все-таки, государство, Конституция, мы все читаем, что школа у нас светская, у нас же школа светская. Заявлено, как светская, да? Да. У нас в целом светское государство по Конституции. Да, совершенно верно. И дело в том, что те родители, которые хотят воспитать в традициях той или иной конфессии, религии, они с удовольствием выбирают воскресные школы, я знаю, как дети ходят туда и с удовольствием занимаются всем этим. Я это очень приветствую, просто очень. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, у нас на связи была Майя Борисовна Пильдес, директор Академической гимназии номер 56. Да. Спасибо. Спасибо большое. Мы встречем вас праздниками и будем надеяться, что и в дальнейшем Петербург будет всегда более гибко, мягко, интеллигентно подходить к решению таких вопросов. Вот здесь вот в районе яблочка Александра Емельянова вы можете ставить лайки и подписываться на канал. Да, подписывайтесь на наш канал фонтанка.ру. Фонтанка.ру, а сегодня на нашей главной странице вышел текст Ксении Клочковой, рейтинг школы и 56-я гимназия. В трех, по-моему, в трех или в четырех рейтингах из пяти лидируют. Лидируют, да. Номер один по качеству управления. Приятно, что мы, собственно, с вершиной этого управления поговорили. И номер четыре по условию ведения образовательной деятельности. Прикинь. И номер один по кадровому обеспечению. Я думаю, правильно говорить, обеспечение. Обеспечение. Ну, а мы продолжаем движение по картине дня. И с Александром Емельянова мы продолжаем обсуждать. Обсуждать тему, которая затронула и в соцсетях, и в СМИ, я так понимаю, всех, кто является родителем детей, которые учатся в школе. Сегодня стало известно, что в московской школе номер 2065 отказались от преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России по учебнику «Истоки», на который родители пожаловались в генпрокуратуру. И сразу после этого как-то вот совет школы пересмотрел выбранный учебник. И теперь ученики будут изучать светскую этику, написанную кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. И сейчас мы связались со Светланой Агапитовой, уполномоченным по правам ребенка в нашем городе, в Санкт-Петербурге. Светлана Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, в Петербурге кто-то обращался, может быть, к вам, кто-то возмущен так же истоками, как в Москве? И как вообще возможно развитие этой ситуации в нашем городе? Слушайте, ну, дело в том, что у нас эта программа не изучается, да, то есть у нас это все-таки основы религиозной культуры и светской этики, которые изучаются в четвертом классе в качестве такого, ну, как бы зачетного даже предмета без оценок. А что касается изучения в пятом классе основ духовно-нравственной культуры, такого предмета сейчас в Петербурге нет. И не знаю, будет ли предложено Министерством образования его вводить, потому что, мне кажется, уже все прекрасно понимают, что дети перегружены в школе невозможно как, да, по шесть, по семь уроков, если мы говорим еще, что должно быть еще, допустим, одно чтение, еще один иностранный язык, то спрашивается, когда у нас вообще дети будут, не знаю, отдыхать, заниматься спортом и общаться друг с другом и с родителями. Вот, поэтому сейчас у нас на повестке дня такой вопрос не стоит, но некоторые школы просто идут, ну, скажем, какую-то свою инициативу проявляют, ну, понимая, что с детьми надо говорить и о духовности, и о нравственности. Кстати, вот моя Борисовна очень хорошо сказала, да, что по поводу изучения религии там и так далее, конечно, воскресные школы. Мы тоже, собственно, всегда подчеркиваем, что если родители хотят, чтобы ребенок их более глубоко изучал какую-то религию, там, Библию, Коран, Туру и так далее, то для соответствующих, для этого у нас, в принципе, в городе есть все возможности. Вот, и вот некоторые, значит, руководители школ предлагают родителям, ну, как бы внеурочное, да, так называемое, вот это вот во второй половине дня занятие. Ну, вот, например, Санкт-Петербург, хранитель духовных традиций народов России, в принципе, да, оно перекликается вот с тем предметом истоки, который, как бы, там обозначен был, да, вот, или, вот, например, там, традиции декоративно-прикладного творчества народов России, да, то есть вроде как бы мы и народы изучаем, и к истокам возвращаемся, но в то же время это необязательный предмет, и он не навязывается детям и родителям, и если он действительно преподается интересно, то кто-то из детей, в принципе, может там после обеда, там, не знаю, находясь на продленке и так далее, посещать этот предмет. Там, может быть, куколы они изучают, например, там, да, костюмы, там, этнография. Ну, вообще, кстати, в Петербурге, мне кажется, действительно лучше изучать все на выезде, тот же этнографический музей, почему нет? Вот, поэтому, не знаю, вот у нас сейчас, мне кажется, этот вопрос не очень актуален, вот, поэтому, и жалоб у нас, да, жалоб, в общем, у нас не было, у нас были жалобы по прошлому году, что, значит, мальчик один, когда предлагали на ОРКС, значит, выбирать, что вы хотите изучать, он хотел изучать иудаизм, вот, но такого не было даже предложено, вот, и одна мама нам писала, что их всех, значит, записали на основы светской этики, хотя три человека в классе хотели изучать основы православной культуры, вот, но, как вы понимаете, это должны быть совершенно разные, ну, и учебники, и преподаватели, и так далее, вот, поэтому школа пошла по пути наименьшего сопротивления, раз большинство из них хотят светскую этику, значит, изучаем светскую этику все. Хотя, конечно, вот, я иногда сожалею, что мы, наши, в образовательных организациях не всегда советуются с родителями, и, может быть, даже и с детьми, ну, старшими, по крайней мере, по поводу того, что им вообще надо изучать в школе, насколько им это интересно, какие могут быть дополнительные факультативные предметы и так далее, хотя, ну, не во всех школах, конечно, в некоторых очень серьезное родительское самоуправление, а в некоторых школах, ну, к сожалению, с родителями вообще забывают поговорить. Мне кажется, что в Москве вот с этими истоками как раз так и получилось, потому что, конечно, должны были родители все-таки в начале года, еще лучше, до начала летних каникул, известить о том, что у них появляется новый предмет, и, соответственно, они бы уже, ну, могли бы каким-то образом свое мнение высказать по этому поводу. Спасибо большое. Спасибо, Светлана Юрьевна. Напомню, у нас на связи, да, была Светлана Агапитова, полномочная по правам ребенка в городе Санкт-Петербург. Хорошо, когда, вот, можно к Светлане Юрьевне обратиться и узнать, и понять, что у нас в Петербурге права ребенка охраняются. Охраняются как Форт Нокс. Совершенно верно.